Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1288, 4 том. В апостольском послании есть такая фраза «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна». Евреям 13 глава 4 стих. Но ведь речь идет о браке. Как же ложа будет непорочна? Разве интимная близость не главная в супружеской жизни? Может ли один из супругов отказывать другому в интимной близости? Если нет гармонии в интимных отношениях, можно ли за помощью обращаться к психологам, сексологам и другим специалистам в этой сфере? Ответ Игнатия Лапкина. Ответ всегда. На любой вопрос нужно искать только в Библии, если он задан конкретно по Священному Писанию, и часто где-то рядом около заданного стиха. Позже развитие Церкви пошло не по апостольскому пути, а по пути пустынно-жителей, которых никто раньше не знал, а после их смерти они были объявлены святыми, а затем непререкаемыми авторитетами, и, наконец, встали вместо Библии. Сегодня книжные полки заставлены ответами маститых архимандритов и священников, таких как Амбросий Юрасов, протерей Валентин Мордасов, дьяком Андрей Кураев. Переполнен интернет. И почти невозможно найти ответов, которые полностью и во всем опирались бы на Священное Писание. Евреям, 13 глава, 4 стих. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Ложа порочится изменой одного из супругов, когда на это ложа восходит незаконный пришлец. Бытие, 35 глава, 22 стих. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницую отца своего Иакова, и услышал Израиль, и принял то с огорчением. Бытие, 49 глава, 4 стих. Но ты бушевал, как вода. Не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего. Ты осквернил постель мою, на которую взошел. Притчи, 7 глава, 6 по 23 стих. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему «Мирная жертва у меня! Сегодня я совершила обеты мои!» «Поэтому вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя!» «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома!» Он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убои, и как пес на цепь, и как олень на выстрел, да коли стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее. В толковании Иоанна Златоуста мы находим разрешение в том, что, как говорит он, если одна половина не желает принимать другую, то апостол как бы садится на брачную постель и уговаривает эту несогласную сторону «Уступи». 1 Коринфянам 7 глава 4 стих «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Исключение составляет момент, когда жена находится в нечистоте. Левит 15 глава 25 стих «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста». Левит 18 глава 19 стих «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее». Иезекииль 22 глава 10 стих «Наготу отца открывает у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилует у тебя». Если случится, что один из супругов по каким-то сторонним причинам, даже ссылаясь на свою усталость и нежелание, будет отказывать в близости законному супругу, то он может подать повод маловерному к измене, от чего да избавит нас Господь. Случается так называемая дисгармония, оскудение силы. Библия нигде не дает никакого намека на то, чтобы искусственно искать «топливо» в кавычках для разогрева и кухни. кому-либо обращаться за этим. Брак служит для погашения огня, как сосуд с водой для погашения факела, чтобы от него не запылало все окрест. Второзаконие 21 глава 17 стих «Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства». 1 Коринфянам 7 глава 9 стих «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Сегодня православное учение невозрожденные свыше пастыри настолько скособочили, сделали такие ужасные перекосы, что из христианства сделали тюрьму и духу и телу. Монашество буквально умертвило живой евангельский дух, принесенный Христом. Нигде нет даже намека на то, чтобы из откровения Божия, из пришествия Сына Божия на землю сделать жизнь человека такой мрачной и неподъемной. Из Царства Христа сегодня строится Царство попов и монахов». Матфея 23 глава 4 стих «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Связывают бремена относительно семейной и супружеской жизни, запрещая соитие с женой в течение года более чем в триста дней, все постные дни, накануне воскресных и праздничных дней. В первоапостольской церкви был только один пост, великий, перед Пасхой, среда и пятница. Вот в эти дни и было воздержание». 1 Коринфянам 7 глава 5 стих «Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана ни воздержанием вашим». «Когда апостол Павел говорил это, то мог ли он предположить, что монахи, лишенные радости семейной жизни, будут налагать такие бремена, к которым сами никогда и не прикасались?» Филиппийцам 4 глава 4 стих «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». «Но только все должно быть как у людей церковных благоразумно». Римлянам 13 глава 13 стих «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти». 1 Коринфянам 7 глава 35 стих «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 14 глава 40 стих «Только все должно быть благопристойно и чинно». Песнь песни 7 глава 7 по 12 стих «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоей миловидностью?» «Этот стан твой похож на пальму и груди твоей на виноградные кисти», подумал я. «Влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков, уста твоей, как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Песнь песни 8 глава 3 стих «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Сегодня исповедующие иеромонахи ставят молодому супругу такие вопросы, что невольно подумаешь, что в данной ситуации исповедуемый является инструктором по интимным вопросам, а лишенной семьи поучается у него. Притчей. 5 глава 18 стих. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей». «Ты говоришь, скривив лицо в страдании, что мир погиб в неправде и во зле. Но если уж Христа, Христа продали, то что не продается на земле? От поногей до разовых салфеток, от украшений до могильных плит. Всем под луной вертят так и этак, И только покаяние устоит. Со всех сторон одни и те же фразы, Самвонов и трибун похожий стиль, Проказа же останется проказой, На чьем бы теле не пришлось цвести, И берег левый вряд ли станет правым, А берег правый. Впрочем, суть ясна. Зачем мудрить, зачеркивая здравость, Что общего, За исключением дна? И пусть толпой лжепророки бродят, В погонах или в рясах, Все равно на дне соединение происходит, Но горе вам, Спешащее на дно. Миромонах Роман, 1990 год. Богу нашему слава, Во веки веков. Аминь. То есть, это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok